Всем огромный привет! Сегодня у нас пятница, вечер, влог, и решила я пройтись немного по улице. У нас полдевятого, светло достаточно ещё на улице, но как-то не жарко. Уже вторая половина, просто в принципе странно, что погода стоит выше 20, там 22, 23. Можно спокойно днём ходить в футболочках. Сейчас вам покажу красивый газончик и уже зайду в магазин. На самом деле, не знаю, у нас нет таких газончиков около моего дома, а жаль. Я бы была не против. Очень красиво, вот эти подсолнухи, очень-очень красиво. Хорошо, когда люди ухаживают за тем, что вокруг дома. Решила вам показать, чтобы вы не совсем думали, что я больной человек бегать за базиликом по ночам. Ну вот, что у меня получилось, это, ну, как видите, помидор, базилик, моцарелла, соус песто, оливочки в серединке, ну, я так подумала, чтобы цветочек получился, и бальзамический крем, да. Вот такая вот красота получилась. Всем доброе утро, и проснулась я уже, такая свеженькая, даже уложила волосы. На самом деле, думала вчера вечером уложить, когда домонтирую видео, но я как бы где монтировала, там и спать рубанулась, и я вообще какая-то усталая была. Вот. Ну и было, в принципе, 2 часа, наверное, ночи, может быть, даже 3, поэтому я уснула. Проснулась я сегодня от звуков разбивания асфальта или каких-то вот таких дорожных ремонтных работ, потому что я знаю, что у меня на углу сейчас будут класть асфальт, и, наверное, они что-то вот в связи с этим делали. Проснулась-то я проснулась, я поняла, что с таким звуком, если даже я его слышу, несмотря на свои стены, звукоизоляцию, значит, точно снимать видео я не могу. В итоге вот подождала, когда это всё закончится, приготовила себе завтрак, и понимаю, что мне нужно сейчас отснять видео, потому что мне надо его сегодня отснять. На всякий случай, чтобы оно у меня уже лежало на вторник, но я уже, если буду его снимать, я не успею на йогу. А дальше у меня там дальше дела, дела, дела. И решила я пожертвовать йогой, потому что на двух йогах на этой неделе я уже была. И завтра будет зарядка с Олей Бураковой и Алексеем Столяровым, по-моему. Я не могу запомнить, как его зовут, потому что я его пока не смотрю. Кстати, когда надо подписаться, посмотреть, что там интересно. В общем, я-то подписана вроде как даже, но я вот настолько как этот бегаю, как белка в колесе, что я даже там подписываюсь на некоторых девочек уже просто не глядя, и что потом, когда у меня будет время, я обязательно их посмотрю. Так, мы встретились с вами снова, и я встретюсь с своей подругой. Кстати говоря, это моя лучшая подруга Оксана. Это тот человек, который бегает с шоколадным лабрадором и говорит ему, чай, стой! Потом, который рассказывает про коктейли за кадром. Да, вот он! Вот он! Да, мы были в Атриуме, сейчас пойдем в сторону галереи. У нас сегодня день... Ну, если не шопинга, то зыринга. Вот, будем смотреть. Метрины в шопинга, да. Ну, нет, на самом деле, я юбочку хочу померить. В Заре, в которой я тебе говорила, да. Еще посмотрим, что там нового, интересного вышло в осенних коллекциях, потому что они уже должны появиться, вот. Да, наслаждайтесь видом Невского, насколько это возможно, на данный момент, с этого ракурса. Вот, какие у нас еще с тобой сегодня планы? Ну, в принципе, уже огромные... Секретные планы, секретные. Не, огромное дело, что мы встретились, потому что, на самом деле, в последнее время темп жизни, все дела. И в этом очень редко видимся, поэтому мы вам всем советуем, чтобы вы почаще виделись со своими друзьями, да? Да. Как это делаем мы? Да. Нет, на самом деле, мы бы... Хотя бы созванивались. Нет, мы чаще бы виделись, если бы кто-то не прогуливал тренировки в зале, если бы кто-то не прогуливал йогу. Я даже не знаю, о ком ты говоришь. Да. Но на самом деле, йогу сегодня все прогуляли, поэтому ладно. Мы промолчим. Блин, у нас погода, реально лето, у нас наступило в августе, но за тупо полный, потому что, ну, и видите, сегодня 22 августа, мы идем в коротком платье, во всем коротком. Я иду вообще с открытой сумкой, ей, видимо, тоже жарко. Надо застегнуть. Как твои впечатления? Ну, я не очень нравится. Ну, вот мне тоже не понравились, как компотина какая-то в протухши. Ну, не знаю, абсолютно не сосуществует реклама. Так, мы уже облазили в Дубатэ. Что мы там? А, мы тестировали новые марки, которые мы не знаем. Крема на осень, на зиму. Искали Оксане крем. Ничего не нашли, ничего не нравится, все невкусно пахнет. Искали мне на зиму. У меня все руки теперь жирные, в общем-то, увлажненные на 300 лет вперед. Ну, меня заинтересовала, наверное, из всех кремов только вот эта марка IOM. IOMA? Да. Вот, мы нашли марку, которая называется IOMA. Она продается в Вильдепатэ. И, как бы, самое, что мне понравилось, что они все запечатаны, то есть, как бы, с помпой. Они не будут портиться, эти крема. И мне по ощущениям они понравились. На в Санке они не понравились по запаху абсолютно. Вот. Какие-то мы еще... Ре... Нет, не рефлектоцил, это краска. Рефлекс? Нет. Нет, не рефлекс. Рефлекс. Нет, не рефлектоцил. Да. Что-то там на ре был. Крем тоже. Если я вам найду, я обязательно подпишу. Рекс. Что-то там, икс там тоже был. Вот. Мы тоже тестировали. Но он такой прям совсем-совсем жирный. Оставляет такой... Мы же хотели йогурт. А, точно, я забыла. Да, мы пошли за йогурти. Две худеющие дамы пошли за йогурти. Вот. На самом деле я шаверму больше хочу, чем в йогурте. Надо бы есть шаверму. Вот. Там макдак есть. Ты хочешь макдак? Ты хочешь макдак? Я вижу, ты хочешь. Ты хочешь макдак? А, вот. Если только сези ролл. А там есть шаринг ролл сейчас. Как вы видите, мы очень голодные. Это из крошки в картошке. Милкшейк. И морс. А всё остальное из панды. Да, потом вам расскажем, не отравились ли мы. Вот особенности. Вот это, это не картошка. Это жареный банан. Там чего-то, грибы. Где-то тут даже суп есть. Макс. Сейчас я ланчбокс покажу в ближайшем рассмотрении. Выглядит аппетитно. Это острая курица и лапша. Да, всё пожелать нам приятного фастфудного аппетита. Мы поели. Мы даже покажи. Мы покажи, да. Мы решили попробовать бандухит. Это был первый и последний раз, наверное, когда мы там едим. Мы взяли пандалюкс. Пандалюкс, да. Это я показывала. Да. В общем, из всего этого подноса нам понравилась только курица. Острая. Острая, да, курица. Просто потому, что мы больны до острой пищи, наверное, поэтому. И как бы нормальная курица была. Ну, я ещё с натяжкой лапшу туда же ставлю, потому что, ну, в принципе, с курицей нормально лапша. И давай вот так вот пройдём и там спустимся. Ну, вот. И что ещё? И жареный банан. А, и жареный банан. Вот жареные бананы, да, там вкусные. Ну, банан сложно испортить. Да. Ну, вы знаете, что сложно испортить? Испортить курицу и банан. Вот это нам понравилось. Всё остальное нет. И больше мы там кушать не будем. Потому что, ну, как-то, да, не впечатлено. Но настолько мы наелись. Мы теперь довольны. Мы можем продолжать шоппинг. Наелись, непонятно, чего довольны. Да, да, да. А, кстати, ты знала, что манго отсюда перемесли туда вот? Здесь вообще какая-то перестановка. Так я говорю, всё перетасовывается, переделается. Кстати, платье красивое на рекламе. На рекламе. Смотри, какие милые розовые вещи. Прям вот даже, наверное, может кому-то плохо стать от мимимишности. Ой, Зарина, пошли посмотрим новую коллекцию. Там, в принципе, есть милые вещи. Снимать, наверное, здесь нельзя. Поэтому можно? Слушайте, как нам повезло. Можно снимать. Здравствуйте. Здравствуйте. А, сразу же или на следующую покупку? На эту же. Ага, всё. То есть, получается, грубо говоря, на три купишь, платишь две. Да. Всё, спасибо. Оксана, нам надо срочно что-то купить. Вот. Кстати, мне вот эти сумочки в рекламе так нравятся. Вот эти. Да. Смотри, они какие милые. Жалко, что они не кожаные. Я кожаную такую бы купила, честно говоря. Не знаю, она какая-то такая необычная. А то, что форма, какой бы купила. Ой, там подбирки. Закос. Ладно, всё, я пошла выбирать. Ну, не знаю, посмотрим. Что новенького, что интересненького. Возможно, что-нибудь сейчас померю. Ты нашла, что ты мерить будешь? Да? А, это из летней, по-моему, коллекции. Они все привязаны, почему? А, нет, не привязаны. Это гатышки. Это усюльки такие. Да, по-моему, из летней коллекции, да? Это для дизенавеска. Ну, слушай, у меня у бабушки такие были. Я всегда хотела бы такую такую штучку. Пончо? Пончо, да. Но она тоже как-то так. Не лапшери. В погоде очень сложно одевать. Как я вам? Шляпка усво. Интересно, я веселый шляпник с этой штукой. Не знаю, мне вот та белая все равно, наверное, больше нравилась. Так, мы уже бежим обратно. Сейчас в Sunlight, выбирать Оксане что-то. Да? Что у тебя? Не знаю. Подарочек там, да. У меня подарочный сертификат. Да, будем сейчас выбирать что-то в Sunlight. Вот. Хотя, я не знаю, Sunlight на самом деле везде уже и всюду. И шармики их. Ну, не знаю. Я, в принципе, как бы не фанат этих браслетов. Поэтому ни Sunlight, ни Pandora я, в общем-то, не хочу. Вот. Сейчас посмотрю, что Оксанку там выберет. Кстати говоря, я тут обзавелась. Слегка бижутерия, если его видно. Вот. Для меня тоже эта модная волна идиотских сережек не обошла. Вот. Но на самом деле тяжелые. Поэтому не для... Не для каждого дня. Я думаю, что, скорее всего, одно ухо я буду только носить. Я так подозреваю. Да нет, носи два. Просто делай такие прически, чтобы было видно только одно. А ты аж одно? По мартфору. А смотри на одном мухе волосы. Ну, как вариант, кстати. Асимметрия, там все дела. Вот. На самом деле... Ой. Жет там кто-то. У нас уже как-то, на самом деле, такие сумерки. Ну, приятные сумерки, в общем-то. Ну, в центре города, вы знаете, незаметно тепло. Ну, не жарко. Тепло, кстати, да. Очень тепло, очень хорошо. У нас лето-лето прям. Я думаю, что, в принципе, даже завтра, завтра, 2-3 августа, значит, наверное, кто-то будет купаться. Особенно, кто выпьет. Ну, нет, я купалась 8 августа. Это была погрязящая погода. Кстати, я 2 августа не видела ни одного плавающего БТВшника. Заметьте, она поздравляла день БТВ в Санкт-Петербурге. У него, например, человек десантник. Да. Костик десантник. Костя, наверное, будет смотреть это видео. Костя, привет. Вот. Всем десантникам привет. Ну, вот. Ну, собственно, культурно они вели себя, да? Да, абсолютно. Не купались в фонтане, не матерились, не пили об голову какие-то стеклянные предметы. Да. По крайней мере, когда мы там были, никто еще такого не делал. Не знаю, когда я праздновала день БТВ в городе Алушта, на тот момент это была еще Украина, Крым, купалась в фонтане только я. Все десантники стояли. Вот. А можно с вами фоткаться? А мы не фоткаемся, мы видео снимаем. Все говорят, привет, Ютуб. Это обманный маневр. Черри. Не, нужно снимать ее так, чтобы она не видела, что вы слышали. Так, а это что такое? Делая дышь, там она только что ничего не лежала. Она окурку, по-моему, не нашла. Хотя. Черри. А, черри. Ты же не отвлекай меня, я ищу клад. Чего там не уходят? Травка у черри. Нам тоже интересно, что ты не уходишь. Пойдем. Ты устала? Жарко, ей просто нравится холодильник. А, ну она в России еще рано. Да, напугая. Кстати говоря, да, у нас рано, у нас 9,5 десятого. Пол десятого, наверное, да? Да, даже больше, наверное, уже 10. Черри пол. Черри, а-та-та. А. Ну, у меня она же не стерильная, Оксана, как-то. А, вот. Ты же на полянке, в клевере. Все. Хороший ты, собак. Чего ты сожрал? И снова здравствуйте. Уже неделя, уже середина недели. Я просто вспомнила, что я вам хвостик от влога не досняла. Вот. Как вы поняли из всех предыдущих частей этого влога, все-таки не попала я на зарядку воскресенья. Потому что даже когда мы уже в 10 часов вечера, в 10 часов вечера, в 10 часов утра гуляли с подругой, с собакой. Вот. Уже тогда было очень-очень жарко. И очень такое было солнце ядерное прям. И я поняла, что нет, я не готова. Не готова я на солнцепёке на таком, на такой жаре заниматься спортом. Я, в принципе, не фанат. Я фанат спорта на открытом воздухе в определенном смысле. То есть мне нравится подвигаться, ещё что-то. В этом есть своя романтика, свои плюсы. Но не это извращение, скажем так. Поэтому, к сожалению, я очень себя ругала. Но не смогла я пойти на зарядку. С Олей Бураковой надеюсь, что Оля проведёт ещё раз. Для совсем таких вот, как я, пеньков, которые никак не могут собраться, наконец-таки, к ней на зарядку, прийти и отзаниматься. Вот. Из таких ещё новостей, каких интересных. Да. Зато мы провели очень душевный день. Второй, который уже как-то не очень хотела снимать. Потому что сидели мы целый день просто. Кушали всякие вкусняшки и болтали. Там, в принципе, ничего интересного для вас не было. Только для нас, естественно. С Оксанкой. Да. Вот. Значит, всё. Наверное, буду с вами прощаться. Если вам понравилась моя Оксана, то ставьте пальчики вверх. Потому что она замечательная. Она замечательная друг и очень красивая девушка. Также, если вам нравятся мои влоги, тоже ставьте пальчики вверх. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, за что вы любите мои влоги, почему вы их смотрите. Всё. Наверное, до встречи в следующих видео. Всех вас целую, люблю. Пока.